С каждым годом растет количество дорожно-транспортных происшествий, в которых получают серьезные травмы и гибнут молодые люди. По словам начальника Дорожной полиции Латгальского регионального управления Александра Ленкевича, причина этих трагедий в употреблении наркотиков, алкоголя и лихачестве. Немножко не совсем собранное ощущение за рулем, такая, можно сказать, безответственность управления транспортным средством. Зачастую даже в трезвом состоянии приводит к таким ситуациям, когда молодые, еще неопытные водители попадают в ситуацию, в которой они уже теряются, начинают нервничать и у них машина или транспортное средство выходит из-под контроля, в результате чего страдает машина, пассажиры, а зачастую и другие ни в чем не повинные люди, которые, в принципе, ничего не нарушали, но попадают вот в эту ситуацию. Совсем недавно, 8 октября, на перекрестке улиц Милшу и Лепой столкнулись легковой автомобиль «Ситроен», за рулем которого находился 52-летний мужчина, и мотоцикл «Хонда Сибир-600», которым управлял 22-летний Михаил Ковалевский. Михаил хорошо знаком многим жителям города по проекту «Хэллоу Далгофтолс». От удара мотоцикл отбросило на 20 метров от перекрестка. На место происшествия были вызваны два экипажа полиции и скорой помощи. К сожалению, спасти юношу медики не смогли. От полученных травм он скончался на месте аварии. Сейчас сложно сказать, что стало причиной этого трагического ДТП. Ясно одно – Михаил нарушил правила дорожного движения. Грубее уже назвать нарушение правил дорожного движения тяжело. Выезд на главную дорогу, и я не знаю, что двигало этим молодым человеком, когда он выезжал на главную дорогу, но не уступить по главной дороге двигающимся транспортному средству дорогу – это уже грань бизнеса. Вы сами понимаете, что такое мотоцикл и что такое машина. Истинной причиной аварии должно установить следствие. На сегодняшний день доподлинно известно, что водитель легкового автомобиля был трезв. Следователю, который ведет это дело, необходима помощь свидетелей ДТП. Очевидцев просят звонить по телефону 654-03-302-110 или лично обращаться в ближайшее отделение полиции.